Они достойны этого. Я, честно говоря, думала, что они сейчас будут продавать, а там подписано. Но я посмотрела, думаю, цена, нет, подпись. Думаю, ну ладно, не все такие бизнесмены, как я. Но я вам закидываю мысль, вы можете деньги для воскресной школы, сами себя можете окупать уже. Да, спасибо большое. Знаете, мы хотели... Давайте, кто первый раз пришел на нашем собрании, кто сегодня первый раз здесь? Встаньте, пожалуйста. Как вас зовут? Виктория. Вы откуда? С Молдавии. Ой, очень рады. Супер. Мы знаем, как вы танцуете. Да, мы уже знакомы с вами. Да, кто еще? Евгений из Одессы. Очень приятно. Ну, Евгений, по-моему, уже почти варнинец, да? Да. Вы тоже первый раз? У вас русские лучше, чем у нас болгарские. Николай, давайте поприветствуем. Аллилуйя. Все, все новеньких, да? Хорошо. Знаете, мы хотели вообще... У нас будет... У нас не будет длинной проповеди, у нас будет все коротко, потому что у нас строение праздничное, танцевальное. Девчонки из Молдавии приехали, нам покажут, как надо танцевать. У нас уже был опыт. У меня гудели на следующий день ноги. Да. И мы хотели начать просто с благодарности. И семья Ждановичей. Пожалуйста. Александр, давайте поприветствуем. Александр и Ольга Жданович. Да, мы бы... Кто-нибудь помог нам бы видео поставить, чтобы наше было полное благодарение? И я хотела бы начать все-таки с Алеши, да? Ну, мне кажется, у нас этот год плодовитый, больше всего у Алеши, поэтому я не хочу, чтобы он сам рассказал, что у тебя случилось. Не хочешь? Я хотела бы, да? Да. Это я услышала то, что не хочешь. Ну, что у меня в этом году случилось? Ну, наверное, одно из самых сумасшедствий, это, наверное... Я пошел на латиноамериканские танцы в феврале. Потом... Достижения? Достижения. Достижения у меня... Полгода американских танцев. Ой-ой-ой. Медали уже есть. Да, уже есть. У меня есть третье, второе и первое место. Первое место. Да, да. Потом, что еще было, у нас появилось подростковое служение, где я нашел новых друзей, отказался от друзей, которые уже, можно сказать, не друзья, от ненужных друзей. И потом, благодаря помощи Бога, наверное, я за целый год копил сам, накопил на компьютер. Еще у меня была мечта, три года мечта это была, и вот буквально недавно с Божьей помощью... Картины нарисовала? Да, сначала я нарисовала картину, вы увидите, какая она будет, ну, сразу поймете. Обязательно посмотрите. Да-да-да. И потом, и вот буквально недавно, благодаря Божьей помощи, у меня появились кроссовки, которые я хотел, то есть... Вот, высокие кроссовки, потому что родители не понимали меня, не хотели мне покупать, не понимали. Да. Ну, что еще? Что-то еще было? А, благодаря танцам у меня еще фигура улучшилась, потому что раньше, если... Раньше я гораздо больше весил. Раньше он был булочкой. А сейчас... Сухарик. Да. Там загоняет, поверьте, братья на расклад. В принципе, что еще было? Что-то еще было? Что еще? Ну, потом вспомнил. Молодец. Да, слава богу, мы действительно очень много времени стали вкладывать в детей. И вчера мы просто сели, и просто за один день мы посчитали, сколько Бог благословений сделал за один день. Мы начали домашку. Мы вчера считали, у нас, наверное, человек 13-14 было дома. Я говорю, что такое благословение. Злату пригласили на день рождения, потом она была с Татьяной, потом она вернулась, они попали на театр. И все это в один день, представляете, к другу. И это, действительно, такие мелочи. Скажу откровенно, у нас доходы упали в 10 раз, но Господь это все настолько компенсирует. И мы сидели вечером на вечерней молитве с детьми и просто говорили, что это ни за какие деньги не купишь. Это внимание, заботу друг к другу. Мы сейчас должны ездить постоянно на турниры вместе с Алешей, посещать разные города в Болгарии почти каждый месяц. Это, действительно, большое благословение, я считаю. Потому что, когда начались военные действия, ну, я не знаю, как у вас, но у меня одна мысль была. Самое дорогое, что у нас есть после Бога, это отношения с нашими близкими. И все остальное, это реально можно опять сохранить и приобрести. Ну, я просто подытожу вообще, понятно, год к году рознь, но я скажу так, что когда мы идем с Богом, бывает дорога, как говорится, по небесам идешь, да? Ну, бывает, и с Богом будем проходить и темные леса. Но в эти моменты самое главное — доверять Богу. И, ну, самая большая благодарность — это то, что в такие моменты ты понимаешь, насколько Бог в тебе находит твои таланты и просто начинает по-другому их взращивать. Когда мир уходит из-под ног, будьте готовы, что Бог просто начнет вас развивать в другом направлении. И тут нужно доверять. И это слава Богу. Это так долго, Александр хотел сказать, что у него появился новый вид деятельности, где он уже получает успехи. И это тоже, слава Богу. Как говорится, не было бы несчастья, да несчастье помогло. И также мы хотели им тоже поблагодарить Господа за нашу Злату. Да, она пошла в школу. И, может быть, для вас это мелочь, но когда я с Алешей, мы столкнулись со школой, мы сразу начали там репетиторов нанимать, домашнюю с ним делать. И я считаю, что огромное благословение, что Лата второй класс, она не посещает занимальнюю, делает домашнюю все сама. И в школу уходит на полтора часа раньше, потому что просто у нее там друзья. И это большое благословение для нас, что растет самостоятельный ребенок. Ну и как бы изюминкой на торте мы хотим показать все-таки те успехи, которые Алеша с нуля приобрел. И кто не знает, мы чисто по приколу, я сказала, Алеша, пошли на танцы. Это была, как знаете, шутка, как Бог имеет хороший юмор. И я сказала, Господь, я, наверное, опять что-то придумала не то. Он такой, ну почему, говорит, он будет красивым, элегантным. И когда я Алешу спрашиваю, Алеша, а почему ты вот так вот ручку, вас так учат, чтобы ручку так нести, вот так вот двигаться с партнером, они по залу, по сцене двигаются. Он такой, нет, я просто смотрю, как делают старшие ребята, я просто это делаю сам. И для меня это большое благословение, то, что Господь действительно открывает в нем ту силу, которую он рожден. Так что маленький отрывочек с турнира, которым мы были в прошлое воскресенье. Да, там звук у нас будет. Навряд ли, ну, должен быть. Ну, может быть, вы не в курсе, они танцуют три танца, причем, да, с правой стороны. Причем они танцевали с старшей группой, с Румынии. Ага, должно быть звук. Ну, честно говоря, когда бабушка увидела, она сказала, это Алеша. Я говорю, да, такое тоже бывает. Он танцует с девочкой, которая в зеленом платье. Ну, просто для сравнения, вот эти ребята по 15 лет, как они, они, естественно, заняли первое место. Вот Kra visit. Лицу. Свет я. Лица. Иду. Ну и пользуюсь случаем, кому хочется, кому интересно, следующий турнир будет в Кранево, поэтому 4-го числа, так что мы вас приглашаем. И также хочу сказать по поводу нашего служения, да, действительно повторюсь, много-много раз будет повторяться, что для нас большой плод это была Татьяна, которую Господь к нам привел, и она действительно вдохнула вторую жизнь в наше служение. И также для меня большое благословение, то, что сейчас Алеша от меня не отстает и говорит, мама, дай мне урок. У нас готовится новый учитель воскресной школы, Алексей. Мы купили новые пособия, у нас будет новый уровень, и мы уже с Татьяной и с Алексеем уже будем проходить обучение, где мы получим сертификат такой служительницы, как Бекки Фишер. Так что молитесь за нас, продолжайте, у нас новый виток в детском служении, и у нас наконец-таки мужчины! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо большое!